Всем еще раз привет, мои любимые зрители. Ну что же, второй DAS начинается буквально с минуты на минуту, ну а пока мы поговорим о предшествующих. Большой у тебя вебка. Вебка? Привет, мои любимые зрители. Сегодня на стриме будет Point Blank и чуть-чуть... Dita 2, Doka. Ну, что-нибудь такого, да. А как же PUBG все? Андрей Анишард Кересман и Сергей Антонович Смайл Ревин Арс Арт, а.к.а. Лешрак, который слил второй TI. Мы тебя захостим. Ты слышал, какой камень у тебя прилетел? Дорогие друзья, да это мы ж любя. Все хорошо, Андрей. Надеюсь, у вас все хорошо, дорогие зрители. Разжал его. Потому что команда Майбер как минимум показала уже очень достойную игру на первой карте, на Дейнферно, и сейчас имеют все карты на руках, чтобы как минимум сыграть не на волнении и показать очень действительно качественный КС на втором DAS, тем более что Мибры умеют играть эту карту. Вчерашний день вспоминаем G2, Liquid 16-13. Liquid, правда, вчера не очень сильно раскачали с самого начала, но если говорить в целом, то, наверное, они просто не нашли свою игру против французов, конкретно на DAS в втором. Говорили мы это почему? Потому что французы имеют свой уникальный стиль DAS в втором, агрессивные выпады Russia под B через РТ-шку в узком проценте, как говорит Сережа, и, соответственно, с лангом тоже как-то совсем уж слишком они агрессивно там американцев в смоках находили. Давайте забудем про американцев, вспомним про Mibor. Что делает Mibor на втором DAS? Зачастую Аркады Ферра в шорт, возможно, где-то по таймингу тэшка базы B, плюс лонг часто пассивничают, потому что сейчас нет кодзиры, который будет там основным бомбардиром под мидом, соответственно. И стоит, опять же-таки, отдать должное Mibor, если поставят в правильную позицию Зевса, если грамотно будет Ферр делать свои поджимы, то, скорее всего, французы будут тоже не удивлены отчасти, потому что против них обычно играют сетапом, который не будет где-то сильно аркадить, стабильный такой же бетонный диффенс, когда должны поигрывать Liquid. Но Liquid вчера не хватило. Давайте несколько ближе к деталям. Вероятнее всего, бразильцы начнут в обороне у нас, так как это выбор карты со стороны G2. И, ну, как мне кажется, это просто более чем логично, выбирать себе сторону диффенс и начинать за эту сторону набирать как можно больше рандов, а за атаку уже набивать. Сергей Антонович, вопрос именно к вашей партии. Как вы считаете, сколько раундов могут в нынешней форме забрать Mibor у таких бестяр, как G2? Непосредственно 9. А, непосредственно 9. 8 слэш 9. А вопрос от какого класса? Класс работяги на воле. Понял. Работяги на воле. 9 раундов. Ответ был 8-9 раундов. Спасибо, Сергей Антонович. Аниш, собственно, вопрос к тебе. Зевс. То есть, да, мы вчера еще, по-моему, тему затрагивали, что Зевса будут ставить на те позиции, где, опять же, ему нужен какой-то хелпер, очень опытный игрок, но, в принципе, таковых 3 у команды. Ну, либо он сам будет флешки накидывать. Да, да, да. То есть, ну, вопрос в том, что знает ли он эти флешки. То есть, как бы... Как тренер он должен их знать. Не факт. Ой, 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 не скажи. Сергей Антонович, опять же, отмечал. Мне кажется, есть позиция как раз для Зевса, если, ну, соответственно, Mibor. А куда его? Если Mibor начнут защиту, и они хорошо будут отыгрывать лонг, занимать именно лонг за защиту, то вот как раз опорник на лонге, вот там под смоки, под продление, пролонгацию смоков, где-то за дверью, в яме и так далее. Вот это позиция Зевса. А подготовились ли Mibor после вчерашнего до второго? Потому что, если они не посмотрели демку... Подготовились, боюсь узнать, к чему. Потому что G2... Господа, я вынужден прорвать ваши дебаты, мне нужны ваши голоса. G2 16.9. G2 16.9. Потом обсудим после этой карты. Да, ну что ж, дорогие друзья, наши уважаемые аналитики пришли к единому мнению, а к чему пришли. Наш партнер при матч 2.53 на MIPR и 1.48 на команду G2. Очень даже не дурно. Ну что же, наш комментатор Пчелкин из The Craigie также обсудит для вас эту карту. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Вторая карта этого прекрасного противостояния Best of 3. Пока не ясно, куда оно действительно пойдет дальше. Пока что вроде как первую карту забрали ребята из команды Made in Brazil. G2, скажем так, аккуратно и нервно отдыхают в сторонке. А вот что будет на второй карте, что будет на третьей карте и будет ли эта третья карта, вот в чем вопрос. Ну да, пока так далеко не стоит заглядывать, потому что, как мы видим, даже с тренером, даже с новым игроком, но MIPR оказались сильнее G2 на карте Inferno. Мы предполагали того, что G2 в принципе окажется сильнее MIPR на любой карте на этом турнире. Не важно, что играть. А вот тебе, пожалуйста, вот тебе MIPR, которые и с тренером показали отличную игру. Все-таки тут, я думаю, что не хватило того самого Laki, потому что даже если взять Zivsa, он настрелял 16. Время, когда Laki настрелял 6. Точно 16 настрелял? Да, 16. По-моему, 13. Нет, по-моему, больше было. Ну, не суть. Не суть, реально. Больше, чем Laki. Но он отыграл в минус. По-моему, опять же, может быть, я ошибаюсь, 13 на 15 я смотрел статистику. Может быть, ошибаюсь. Но в любом случае, так или иначе, да, Laki, по-моему, шестерку вообще настрелял. То есть это категорически мало. Это не то, сколько должен настрелить профессиональный игрок. Вот мне кажется, посадить, не знаю, там, например, ладно, не будем такого сравнения говорить. Ну, просто не его, вот ты говоришь, не его день, я скажу, не его карта, возможно. Давай так, день, это все-таки очень длительный промежуток времени. Опять же, спортсмены, киберспортсмены должны быстро там пощелкать себе что-нибудь, быстренько, не знаю, пойти попить водички, прийти в себя и уже прийти с новыми силами, с новой энергией. Возможно, именно на второй карте Laki будет, ну, например, топ-1 своего коллектива. Такой вариант тоже может быть и может все поменяться. И опять же, вроде как, вроде как, G2 не должны проигрывать Dust, потому что Dust и G2 это как одно целое. И это прекрасно понимают Mibor. Но Mibor, как мне кажется, свою задачу минимум выполнили. Они забрали свой пик, карту De Inferno. Так что здесь дальше, я думаю, что особых проблем, ну, по крайней мере, для того, чтобы сейчас на третьей карте попытаться, если она будет, опять же, попытаться каким-то образом забрать свою копилку, у Mibor проблем этих может и не возникнуть. Потому что, ну, вот такой плюс морали, мало ли там что произойдет. Но в любом случае, 0-0, карта Dust 2. Mibor защищаются, G2 будут атаковать. Полторы минуты на таймере. Да, все так, бразильцы будут защищаться. Ну и Laki, давайте смотреть, что он здесь может сделать в этой коробке. Находится его оппонента, но вот пока что по дамагу, скажем так, есть некоторые проблемы. В этом плане минута 15. Аманек через шорт с ими тиммейтами врывается. Тут будет стараться своего оппонента забирать. Но вместо этого Зевс уже открывается. Вот как думаете, друзья, кто мог бы сделать первый фраг на второй карте, если как не Зевс? Команда Mibor, правда, Кеннис отвечает. И Зевс еще второй фраг. Да что ж такое-то? Угуманите его кто-нибудь. Полный убивает. Еще и Зевс, да хорош вообще! Просто безумец. Просто три фрага оформляет. И, по сути, пистолетки для своего коллектива на соло выигрывает. Хорошее выражение. Ну да, по сути так. Минус три от него. Победитель на второй карте. Коэффициент от нашего партнера. Паримач. Mibor 4.2. G2 1.2. Но в лайве нужно ловить. Я думаю, после первого пистолетного они изменились. И на Mibor не такой сочный кэф уже. В любом случае не забывайте про сайт Паримач, про приложение Паримач на iOS и Android. Все это есть. Просто устанавливайте, смотрите, следите за кэфами. И, может быть, ловите. Не знаю, кто там ставками занимается. Вам виднее. Фоллан тут решил уже поджать. И, в принципе, не прогадал, поскольку Шокс. Остается не у дел. 5-4 ситуация. А это форса от французов. И уже в большинстве Mibor. Неплохо. Фоллан поджал middle. Так, а тут еще должен расправляться на миду с Кеннисом. Вроде как должен был. Но по итогу нет. Только лишь покоцал. И то покоцал несерьезно. 8% здоровья отнял у Кенниса. И сейчас 4 игрока. Из коллектива G2 и Sports идут через шорта. Здесь Фоллан увидел одного и сразу же моментально позицию свою сменил. Упал. Сначала под КТ, а теперь уже поднимается на рампы. И будет пытаться с этой позиции сделать свои киллы. И тут Лукас приходит на помощь. Лукас. 1. Минус 2. Ну и давайте еще одного. Правда, Кеннис все-таки решил в следующий раунд не уходить совсем ни с чем. И забрал Фоллана. Так, он закрывает Кеннисом. 2-0. Без особых проблем. Форс от G2 был неудачный. Сегодня практически все Форсы заканчиваются неудачей. Разве что вот у Энс. Я могу вспомнить после на Нике, после пистолетки, которую взяли героики, они забрали Форс. А вот так вроде больше никто не брал. Как-то сегодня не день Форса. Можно его так назвать, наверное. Ну ладно, 2-0. И у G2 нет денег. Вынуждены делать экономический раунд. А уже после этого будем ждать полноценного бая. Третий потенциальный. Это уже отличный скажем так выход для команды Мибор. На такой прекрасный счет для них Фоллан будет находить Кеннис еще и с МП-9. Разумеется, подфармит. Потому что имеет такую возможность откидывает смок на дверь. Забайтил сейчас Лаки и его убивает. Это 5 в 3 уже в большинстве ребят из команды Мибор. А Манек здесь пытается также кого-то забрать. Но это будет сложный последний джекс против пятерых. Это 3-0 за Мибор. Ну, вроде как и должно было быть. Если ты забираешь первый, забираешь антифорс, то экономический ты точно должен забирать. Да, так и произошло. Вообще никого не потеряли. Это прям для экономики классно и круто. потому что прошло три раунда, а там у Фоллона уже, например, 7-450. И это как бы незаконно, как мне кажется. Но это только начало. Сейчас у Джету будет бай. И вот если его заберут, то, понятное дело, у Мибор вообще начнется денежная пора. Все в гору пойдет. Но нужно забрать первый бай. А это с этим могут быть проблемы. Кеннис взял волшебную палочку и попытается реализовать свой девай. Шокс быстро-быстро-быстро вместе с тиммейтом проходит. Они уже вдвоем на лоб. Хорошая хаешка. Ход с это Лаки Шокса. Туда бы еще что-нибудь. Был бы Молик. Был бы вообще идеально сейчас его увидеть в исполнении эфера. Но нет, Молика нет. Разве что вот тиммейтов позвать. Не придут Лаки. Теряет голову в прямом переносном смысле. Лукас минус Кеннис. Нет снайперского девайса. Джекс подбирает волшебную палочку Кенниса и перестреливает Зевса. Шокс хорош. Открылся по аферу который был в яме. Лукас агрессивно. Это приносит свои плоды. Ой-ой-ой. Еще и по Шоксу залетает. Понятное дело что Шокс до этого был кодсаный. Но в любом случае еще немножечко демеджа. 8% остается у Шокса. А Манек на миду. У него сотка. У него есть раскид. Можно попытаться. Така начинает спина заходить. Это может быть проблемой. Но там Б-база пустая. Успеет Така мне кажется мид сейчас зачекать. Очень медленно Шокс идет. Но Така тоже не торопится на самом деле. Посмотрит и заметит. Это не бомба но бомбу он тоже увидел. А Манек делает фраг. Разворачивается. Откидывает Молик на шорт. А куда будет собственно сам заход? Здесь друг к другу идет Лукас. А, услышал А Манек и Лукас услышал. Друг друга просто услышали. Молодцы ребята. Но все равно будет на точку Б и Те А Манек а вот на Б никого. Это здорово для соответственно Манека. Тут немножко наверное ему самому повезло потому что если бы Лукас не топал то это был бы уже четвертый раунд. А вот сейчас еще можно разыграть. Бомба имеется на руках. Ее нужно заплентить. Фейк который позволит быстрее приблизиться Лукасу к своему оппоненту и он его будет наказывать без проблем. Это 4-0 за бразильцами. Друзья, уже на второй карте. Неужели сенсация? Лукас 7-1 кстати говоря между прочим. Ну не знаю. Все-таки же это Даст 2. И вспомни что было против Ликвид. Там тоже они выступали в роли догоняющих но по итогу Ликвид переиграли. Джету вспомнили в последний момент как нужно отыгрывать Даст. Не хочу заострять пока на этом внимание и наверное не буду. Потому что давайте еще несколько раундов посмотрим а уж потом можно будет наверное сказать но кто заметил тот заметил. 4-0 Мибор впереди есть бай у Джету но если сейчас не забирают то проблема можно на 6-0 выходить а это уже ну извините меня не выглядит как лучшая карта у Джету Аманек хорош дожимает где размен вот сейчас нужен был но его нет до сих пор а здесь у нас уже и шорт выходит Фер и Зевс красавчики отлично сыграли Зевс еще там дальше попытался прожать и по итогу потерял хп откидывает правда поздновато это Молик на самом деле полетел но тут Лукас на размене и ситуация 3-2 Джекс и Лаки на А базе будет установлен а хотел я сказать нет Фер красавец 5-0 это 5-0 и это ребята ну да я еще два раунда подожду а потом скажу надеюсь что не повторится ситуация какая боль какая боль это 5-0 друзья тотал раундов от нашего партнера париматч на вторую карту меньше 27.5 1.76 больше 27.5 коэффициент двоечка ну просто что-то невероятное происходит если честно потому что бразильцы удивляют удивляют абсолютно всех и нас и французов Леш ну сказать что я удивлен честно ничего не сказать а ты что-нибудь скажи Саш скажу что обязательно тут надо Джекс минус сфер и вот такое начало уже выглядит неплохим для Джету это выход под Б здесь Така который уже готов принимать и первого и второго хотел я сказать но нет Кенис выживает Зевс уже идет и Кениса чтобы перестрелять дастся или нет вот вопрос сейчас зажмет нет Кенис выждал подождал спрея вот потом уже пошел Шокс хорошая позиция могут не зачитать и могут погибнуть здесь от этого стрелка Лукас ай Лукас ты посмотри ты посмотри что делает он через стену смотрит на него просто потом выходит и перестреливает Лукас дядя вот это жестко бомба тикает 3 в 3 ситуация Фоллан далеко достаточно от бомбы ну и здесь уже вряд ли он сможет вовремя прийти одна надежда на Зевса вместе с Лукасом но опять же они не будут идти выигрывать этот раунд ребята договорились и решили что будут просто-напросто выбивать девайсы своих оппонентов да надо выбить потому что с экономикой там не очень хорошо но даже если сейчас вот так ну кстати ой-ой-ой Фоллан чуть-чуть не в тайминг так может быть еще бы забирал одного ну два девайса оставили G2 смотри на Лаки вот я хотел подождать еще два раунда но ты а все ну уже 0.1 0.1.5 в любом случае было бы пока ладно оставим его в покое пусть чуть попозже вспомним про него и если что скажем еще раз показывают нам команды коллективы вот немножечко если честно по всей видимости Шокс в шоке сидит сам не понимает что вообще происходит но тайм-аут берут мебры то есть опять же выиграют пять раундов подряд а потом мгновенно проигрывая первый берут паузу скорее всего хотят сбить победный вот этот вот настрой вот этот темп чтобы сейчас не продолжилось вот это вот потому что когда быстро очень выигрывает команда и она начинает чувствовать этот вот кураж идет за вторым за третьим раундом чтобы этого не было чтобы немножечко остановить этот пыл расслабить вот эта пауза и была взята все непросто там так и поэтому сейчас может быть вообще техническое но даже тайм-аут я видел просто тайм-аут как-то подзатянулся и по итогу вроде теперь уже похоже потому что игроки вроде как не говорят тут может быть узелся какие-то проблемы тайм-аут вроде бы странно тайм-аут был высвечен ну ладно сейчас подождем лично наушник снял значит какие-то действительно проблемы есть ну и вот пока все шоксы как главный вообще здесь звезду команда ну одну из главных да действительно звезд команда G2 пока вот что-то не идет у французского коллектива но надеемся что быстро уже все это дело пофиксят ребята администраторы соответственно ну и мы увидим уже совсем скоро продолжение это карт пока 5-1 за бразильцами да пока неплохая защита на Дасти но опять же я бы не сгущал краски пока потому что только начало только 6 раундов и вспоминаю я вчерашний день где также G2 не очень хорошо начали на Дасти против Ликвида это Ликвид топ-1 мира и они все-таки смогли взять себя в руки сделать камбэк и выиграть Ликвид поэтому здесь еще ничего не потеряно здесь только начало и вот все все пофиксили все хорошо и вроде как готовы и одни и другие и мы с вами готовы закупаются ребята и у одних и у других есть бай ну а там уж посмотрим как сложится очередной раунд поскольку пока пока разница 4 но первый взяли G2 вышли под B-базу и под B-базой соответственно нашли свой победный раунд Кеннис не промахивается по Феру и Фер начинает этот раунд с тридцаткой минута 40 на таймере конечно не самый приятный результат пропрыгать через дверь но таков уж даст второй испокон веков были эти самые прострелы через всю карту на дасте втором ну и вот этой традиции мы не лишаемся увидеть прямо здесь и сейчас на второй карте друзья Intel Extreme Masters Чикаго 2019 года седьмой раунд и плавномерно команда G2 опять же нужно им забивать этот раунд в любом случае ломать экономику своих оппонентов брать тройку и уже хотя бы как-то выравниваться к своим оппонентам потому что опять же мы привыкли видеть французов которые очень серьезно доминируют именно на стороне атаки сейчас же 5-0 видеть ну 5-1 уже конечно же после этого выигранного прошлого раунда тоже скажем так не самый лучший результат потому что здесь против них в этом седьмом играются два ВП для атака и для фолона две эмочки и ЦЗшка для Зевса Зевс вот мне кажется с Чешки играть вообще умелец невероятный потому что я помню он играл давным-давно с Чешки во-во-во-во-во-во-во еще второго мог забрать но фраг по Лаки уже есть Лаки опять не везет в этом плане но 4 в 4 20 20 секунд бедный Лаки как мне жалко его специально первого мне кажется выпускают ну я надеюсь что нет просто это вот так так совпало фолон промахивается и по-моему вообще не попадет да и тут погибнет просто-напросто 10 секунд нужно идти бомбу поставить успеют еще и Лукаса здесь вырубили а бомбу не успеют поставить почему успеют а или не успеют нет успевают там просто бомбу где-то потеряли и мне казалось что времени может не хватить но вот буквально на последних миллисекундах есть время и Аманек смотрит шорт шорта никто не пойдет Фер Фер видит но и Шокс его также заметил а сзади заходит Аманек спокойно будет оппонента убивать 5-2 очень сложно но все-таки раунд второй берут ребята из команды G2 да второй есть второй есть и что там по деньгам уже с деньгами проблема да у Мибор уже нужно что-то придумывать и каким-то образом сейчас скорее всего просто ну закупать может быть не дефолтные пистолеты некоторым а закупает только Лукас потому что обладает неплохим количеством денег еще раз киточку покупает и дифьюз киты вот так вот да Лукас прям магнат именно так выглядит в этом раунде ну что восьмой на наших экранах тут у нас дефолт 3-2 стоят ребята из коллектива Мибиар трое под А двое под Б именно так расположили свои силы но вот посмотрим к чему это приведет скорее всего к третьему потенциальному раунду для ребят с командой G2 минут 20 на таймере и выход будет именно по всей видимости под точку А Лаки заходит на лонг здесь пытается кого-то найти но пока скажем так у него не только проблемы в этом раунде кого-то найти но и на протяжении всего этого Best of 3 нужно опять же здесь подсобраться и в этом хотя бы раунде сделать фраг но вот пока нет Лаки есть фраг от Джекса от Шокса Лукас на развение Шокса это еще и фолна Лаки прям вот он устремлен сделать этот фраг и есть же фраг по Лукасу так остается последний против четверых но это будет третий раунд для команды G2 да атака тут ничего уже не светит может быть девайс выбить вот это наверное сейчас максимум для него куда смотрел Кеннис сначала не совсем я понял но потом перевел с атакой нормально все нормально сказал Кеннис перестрелял своего обидчика и 3-5 сейчас будет бай от МИБР по поводу АВП нет такого варианта если я не ошибаюсь коллектива МАБР денег на такую роскошь не хватит и попробуют отыграть а нет Лукаса хватает Лукасавика така Кеннис не промахивается снова атака уже 46% здоровья снова половинчатый один из игроков защиты и это конечно же на руку французам стоят они у нас МИБР теперь уже 2-1-2 Зевс мы отдали мидл будет смотреть заход здесь ну вот если сейчас навалятся несколько не знаю справится он или нет но в любом случае Зевс неплохо уже позиционки отыгрывает под лонгом была на мидле неплохо и в принципе та самая пистолетка где он минус 3 сделал тоже было классно но нужно больше больше чтобы его команда и на второй карте победила хотя это будет невероятно сложно против G2 которые на дасте очень хороши минута времени Fallon со снайперской винтовкой будет отыгрывать в этом раунде в прошлом немного не получилось у него скажем так попасть своих оппонентов которые выходили через шорт но возможно в этот раз опять же выйдет удачнее так он настреливает в темку 9 хп у него остается от гранат зажимает здесь очень много урона вносит по кому по лаке разумеется 21 хп тут немножко ноги ломаются в перестрелке и выход будет под аплент а здесь Fallon вот он Fallon очень важная позиция как раз таки именно он с рекламы должен сейчас шорт наказывать Шакса оставляют там Зевс убивает в первом размене Fallon по прежнему очень важная позиция нужно ему найти первый фраг ну как так-то опять не попадает Fallon очень обидный промах хотя казалось бы именно туда и стрелял сделал бы фраг все бы было мгновенно очень неплохо для бразильцев но теперь в большинстве именно G2 такой хороший раунд для Mibor должен был бы быть если бы не вот этот промах это конечно ну вот это непростительно за это наказали тут нельзя было никак промахиваться но такое со всеми бывает это Counter-Strike есть здесь и промахи и попадания поэтому увы в этом раунде получилось так статистика на ваших экранах Lucas 11 на 5 так вот 4 на 4 подробная статистика утилити дэмэдж у Фера 143 полезные флешки ну наверное у Зевса девяточка ну и у Аманека также в принципе неплохо уже за 9 раундов большое количество накидали флешчик под заход себе игроки ну и в принципе коэффициент нашего партнера пари матч пока выглядит следующим образом Mibor 2.8 а G2 1.4 именно так расположились коэффициенты G2 начинают показывать признаки жизни и уже очень и очень близки своим оппонентам уже минимальная 3-4 MBR Кеннис в этот раз ну вроде не должен попадать да промахивается но тут раунд неполноценный бай от Mibor там есть только лишь два девайса и остальные пистолеты правда Фер сейчас может стать неожиданностью и проблемой для G2 но тут вот так Аманек минус Фер не удалась задумка поджать и перестрелять своего оппонента нет не вышло Фолан проседает также по хп но у него вообще юз поэтому там особо от него никто ничего и не ждал Така опорник под Б базой также начинает проявлять агрессию начинает заходить в верхнюю Т-шку вместе с ним его тренер это Зевс выполняющий сейчас роль игрока и вот пропустил одного и конечно же должен был вроде как Шок здесь отыгрывать но Така на опыте делает килл Така тоже последнее время по киллам как-то все не очень хорошо и в принципе с его игрой что-то происходит ну странное как-то растерял он форму за последнее время но вот в этом моменте перестрелял 4 в 4 50 секунд желательно конечно Мибрам зацепиться за этот раунд потому что вот вроде как было 5-0 а сейчас если станет 5-5 то просто упустят веточку надежды Севс ну отличная игра именно по позиционке сейчас прочитал своего оппонента сделал фраг если перетянутся быстро все игроки команды Мибар на шорт и будет эта самая помощь вот Лукас если сделает то раунд выиграет я прям чувствую Лукас сделал но в этот момент два игрока отлетели но раз уж сказал что раунд выиграют придется отвечать за слова давайте ребята с командой Мибар так остается вместе с Лукасом есть Калашников но вот проблема с диффуз-китами вот в чем одна из наверное важнейших проблем ох Манек убивает Лукас остается так последний но так даже не перестреляет но очень грустно тут Манек квадрокилл сделал опять же не понял я как так произошло что два игрока просто-напросто в секунду улетели у команды Мибар перестреляли элементарно и это к сожалению второй раунд когда Мибар оказывается в хорошей для себя позиции но отдают его то есть по идее если бы Мибар чуть-чуть получше сыграли в предыдущем и в этом то это бы уже был раунд 7-3 но вот Мибар не хватает не дожимают они Джит уберут паузу у нас паритет 5-5 11-й раунд деньги у Мибар появляются есть бай есть АВП ну и попробуют этот бай реализовать и сейчас у нас ситуация по раундам обстоит следующим образом Мибар взяли 5 раундов к ряду счет был 5-0 а теперь Джиту ответили абсолютно тем же и уже 5-5 ну стриг из пяти сначала в одну сторону затем в другую ну а дальше дальше у нас показывает нам Манека 102 102 АДР 10 на 6 КДшечка ну и сконцентрирован на максимуме своих возможностей ну и это в принципе пока что видно что вроде как Джиту просыпаются внедряются в игру и хотят этот даст второй забрать потому что других вариантов у них нет первую карту они уже проиграли проиграют вторую карту проиграют все противостояние против команды МИБР такого конечно же я думаю у нас не были к такому готовы ребята из команды Джиту но вот Аманек залетает и убивает уже Зевса Шокс дождался Лукаса наказал за агрессию все пока делают грамотно французы тут Фоллан смещается на Лонг убивает хорошо вот сейчас не промахивается Шокс отваливается и можно еще попробовать хотя белый и Аманек воспользовался этим и Фоллан уже остается неудел так и ФР вдвоем против да четверки и Джиту в любом случае нужно уходить на сейв бомба будет устанавливаться но это АВП и Эмка в следующий раунд для команды МИБР но вот если честно немножко мне жалко что вот так бездарно отдают МИБРы раунды вот просто напросто опять же могли столько раундов брать сейчас уже выиграть первую половину но на данный момент Джиту все-таки выходит вперед берут уже шестерку для себя ну и опять же есть проблема с экономической составляющей команды Мэйден Бразил что сулит скажем так возможный проигрыш в первой половине сейчас еще могут да девайсы повыбивать Джекс уже теряет АК-47 но информация есть но Така должен перестреливать Лаки который сейчас будет покрывать Садан собирает его там еще один игрок Кеннис пытается каким-то образом прострелить попасть но это конечно же не удастся сделать 6-5 на Джиту впереди впервые кстати говоря за это Даст а Джиту выходит вперед и пока у Мибор на горизонте виднеются только лишь проблемы задачи которые нужно выполнять а как пока не ясно есть два АВП у Така и у Фоллона может быть они сейчас помогут бразильцам потому что как-то в остальном не получается Джекс ждал до конца подгорел серьезно но по итогу все-таки не дождался агрессии со старта никто не выходил из бразильцев это медленный раунд от французов намечается потому что распределяется позиция верхняя Тэшка есть на мидле один на Титанике один на топ миде и контролируется бокс вот кстати этот бокс и ликвидирован это был Лукас он убивает лаки а тут потихоньку Аманек у нас начинает выходить на степе под Б вверх зачекал все это дело и Аманек остается так же ни с чем Джекс все-таки вынужден был не выходить до конца потому что сложно там и АВИК смотрел еще один опорник был скорее всего просто бы погибал Шокс открывается через мидл чекает КТ пока не видит никого под таким углом прыгает игрок защиты что сложно увидеть да и Шокс вообще сейчас даже в поле его зрения не попадает тот самый прыгающий игрок это Зевс да там наверное скорее всего да это Зевс дождался но Шокс промахнулся Зевс сделал килл и это 5-2 Джекс и Кеннис остаются последние шестерочку мебры будут забирать Зевс еще один фраг оформляет и Джекс умирает атака без потерь мебры заканчивать этот раунд в свою пользу 6-6 становятся и три снайперские винтовки для команды Мибор они в геометрической прогрессии мне кажется увеличиваются сейчас для бразильцев сначала была одна потом прибавился еще и Фолун теперь еще и Зевс будет с ней отыгрывать ну давайте глянем что получится из этого может это и получится пока не ясно но наказать могут Зевса если честно как нет кажется ты смотри что делает ну красавец а ну просто красавец это уже минус джек ситуация 5-4 большинство для МАИБР и Зевс показывает что он не только штурмовыми винтовками может воевать вот дайте мне авик я убью Фолун смотрит шорт именно как раз таки оттуда будут выходить ребята из команды G2 молик неплохой правда никто не выходит под этот на этот молик так же соответственно была кинута в пустоту но в целом здесь боятся выходить G2 в этот молик но вот сейчас откидывает себе флешку сам Шокс неплохая флешка по итогу Зевс он забирает 4 в 4 выход под точку B ну а тут така снайперской винтовкой не зачекали его ой Лаки ну дружище ну ты просто сейчас раунд залил ребятам из команды G2 это без каких-либо шуток раунд проигрывается только по всей видимости благодаря Лаки и так остается против своего оппонента и убивает Аманека 3 раунда точнее 3 фрага от игрока который должен был быть мертвым вот буквально после мгновенного этого выхода тотал по раундам на второй карте от нашего партнера париматч меньше 27,5 1,9 больше 27,5 1,85 да отличные 2 ноузума атака при том что один наполовину блендовый но заметил уже игрока который зашел спрыгнул с окна ну и вот теперь у нас 2 авика все таки так спокойнее но фер снова проседает Кенис наносит огромное количество дэмэджа по игрокам коллектива Мибр но этого недостаточно для победы для выигранных раундов тут Мибр у нас забирают 2 раунда к ряду и сейчас на последний раунд сейчас предпоследний раунд первая половина а вот на последний раунд если сейчас G2 заливают все таки они рискуют вообще выйти с плохой экономикой там Мибр могут и 9-6 все закрыть если сейчас забирают восьмой минута 18 на таймере Фоллан будет сейчас выходить точнее ждать своего оппонента Джекс выходит Фоллана сейчас должны забирать без проблем но Зев спасает и Фоллан еще и убивает но это просто отличная игра от команды Мибр в соответственно тимплей все шансы на то чтобы восьмой раунд ребята из команды Мибр забирали но вот Аманек находит Фоллана что он сразу то не упал решил по парапет пробежаться а вот зря Тако не промахивается еще и мог одного забрать но тут конечно грамотно сыграли G2 Лаки выходил с плитом выход был на базу А один слонга двое заходили старта и тут очень очень сложно было как-то Тако среагировать на всех сразу Фер тоже будет отваливаться мало хп Лаки минус 2 в этом раунде Лукс последний 1 в 2 ситуация ну все бы ничего если бы не Кеннис который все это дело просматривает но Лукас очень конечно хорош и вот сейчас может попытаться забрать этот раунд есть информация что на ланге есть один из игроков хорошая флешка да и она сделала свое дело 7-7 все-таки G2 не оставляют себя ни с чем на последний раунд первой половины и вот спрашивает попал ли он в ногу как я понимаю спросил Тако своему оппоненту это был Лаки который заходил через лонг но там попадания вроде бы не было 7-7 7-7 все в принципе так и есть интересно а вот эта курочка она Аманека или она как-то общей команды не по-моему Джекса хотя может Аманек а нет да просто она то у Джекса то у нас может быть это не знаю какая-то общая французская курочка которая приносит успех и благополучие ну кто знает одна на всех да ну в любом случае мне кажется это половина все равно отлично для команды Мибор потому что да они защиту но как-то мы в последнее время видим что G2 играют намного лучше именно за атаку и как бы сейчас у них при смене стороны но вот не получилось вот такой же плохой защиты как мы у них видели за последнее время в любом случае посмотрим Днепры имеют шанс выиграть эту первую половину но Аманек бежит убивает Фера это 5-4 да уже большинство для французов у Аманек единственное что просел по хп но это ничего страшного тут Джекс начинает заходить через шорт уже прошел на Азевс вроде как сейчас вот Аманек его немножко пощадил но все равно пройти не дает Зевс также откидывает Молик но Молик в никуда вот Зевса этот Молик очень серьезно отрезал Зевс до конца ну понятное дело будет отлетать Лукас с КТ смотрит план тяжело под этого угла увидеть что-то вот разве что если сами не откроются игроки атаки и не сделают попытку пикнуть кого-то из бразильцев ну вот пожалуйста открылись сделали минус 2 без особо проблем так и пытается так и старается но этого очень и очень мало 8-7 G2 все-таки на своем пике на карте даст 2 выигрывают первую половину но мибр максимально боролись прям хорошие раунды и могли больше забирать мы с тобой помним те раунды обидные которые они отдавали были в большинстве но по итогу к сожалению увы раунды забрать не смогли но я вот думаю что когда был счет у нас 5-0 потом была пауза G2 поговорили обо всем решили и начали раунды потихонечку в свою копилку забирать ну да 5 раундов в одну сторону потом 5 раундов в другую сторону и по итогу 8-7 в принципе близко первая половина опять же повторюсь мне кажется сейчас все шансы есть у команды мибр закрыть это все дело на второй карте потому что если у них пойдет атака а у G2 как раз таки защиты не пойдет это отличные шансы на то чтобы просто-напросто за две карты закрыть дальше третья карта у нас трейн да и получается ну скажем так тоже неплохая карта для команды мибр то есть ребята ее умеют играть играли вчера играли вчера поэтому так или иначе конечно не хотелось бы но в случае если мибр не справится на второй карте все шансы будут еще и на третьей ну понятное дело что заруба должна быть раз уж мибр выиграли а выступали аутсайдерами а не выиграли на первой карте что здесь логично предполагать что все-таки мы увидим три карты и сейчас все будет зависеть от того как у нас G2 будут защищаться и вопросов очень много к атаке мибр хотя вот например на инферно их атака мне понравилась это было неплохо вот этот момент где так как тут лаки не прочекал конечно я не знаю такой вроде дефолт может показалось что чекнул может не увидел может разрешение ну не знаю много много моментов может быть но по итогу неплохой момент для атака минус три от него на приемке Б базы классный хороший раунд так вот по поводу атаки да приемка неплохая у мибр все хорошо зевса оставляли именно ну чаще всего на позиции мидл и он с этим справлялся то есть он был неким перетягивающимся игроком нужна была помощь под А он стягивался нужна была помощь под Б также стягивался если позволяли это G2 также держал тот самый мидл через который не так часто кстати говоря и проходили на самом деле G2 также зевс мог сместиться на лонг помним мы фраги его на лонге тоже помогал своим ребятам вот на Б по-моему разве что он не смещался я вот не могу вспомнить ну либо нам его просто не показывали в этот момент а так очень такой знаешь назовем его ситуативный гибкий игрок который просто на роли саппорта помогает своей команде и пытается максимально быть полезным в любой ситуации которую могут создать G2 да да все в принципе так ну и вот совсем скоро уже друзья будет вторая половина узнаем все начнется самое главное с пистолетки вот мы помним как на первой пистолетке зевс просто невероятным образом сделал три фрага прям чатик взорвался вообще в секунду потому что ну так красиво просто-напросто стоим можно сказать на одной позиции реально им есть то есть примерное понимание как своих оппонентов убивать как работает тот или иной девайс и как с ним нужно разыгрывать в определенной ситуации например на парапете у зевса есть да возможно в некоторых моментах по иму он проседает разумеется но это не профессиональный игрок от него такого требовать и не нужно но опять же то насколько он играет в принципе более чем должно устраивать и как вот что называется действительно командный игрок который колет опять же остается ну много вопросов до конца вот на 100% кто является капитаном потому что может и зевс колить может и фоллун колить и тут очень много различных вариаций но опять же друзья давайте смотреть за быстрой пистолеткой по всей видимости от команды Мибор и Шокс тут получил уже 2 хп не остается правда делает фраг но это 5-4 для команды отлично поймал зевса того самого про которого мы говорили тут по идее больше никого не удалось убить вот фер красавчик а Джекс может стать неожиданностью он сейчас прошел так выцеливает ооо ну достоялся просто достоялся на самом деле да он грамотно все делал не надо было сразу по первому стрелять а Манек сейчас может сделать очень много но по итогу не хватило этих киллов и пистолетка за бразильцами хороший раунд просто вышли под Б Раш Б как говорится вот это бразильское Раш Б очень круто ну и вот коэффициенты нашего партнера при матч на победителя второй карты 4-2 на Мибор против 1-2 на Джету ну друзья это было очень красиво отличный и красивый момент именно с Фоллоном что он зачекал потому что если бы не этот чек фраг 1-2 я думаю спокойно мог быть для коллектива Джету ну и там уже пистолетка была бы совершенно в другую сторону а пока 8-8 и Миборы забирают две пистолетки из двух кстати у нас не форс что стоит отметить а Кеннис уже не промахивается по феру там еще и Джекс сделал килл чистейшая эко два килла уже в принципе есть неплохо на самом деле стороны Джету и Лукас не умереть бы Лаке остается последний с французского коллектива с французского коллектива и вот если Кеннис не включится даже как-то немножечко страшноваться за Джету потому что на защите снайперский девайс ой как нужен а если его не будет то я даже не знаю Мибор могут-то и закрыть 2.0 а кто такое предполагал никто никто ну может быть Смайл но все равно где-то в душе мне кажется все равно были сомнения на то что может быть такое 2.0 опять же да а по-моему Смайл говорил что вторая карта за Джету идет нет? да за Джету он говорил и счет 16.8 16.9 он говорил глянем в любом случае тут нужно получается 8 раундов подряд брать ребятам из команды Джету есть такая возможность потому что есть сейчас 4 скоупа 3 ауга и снайперская винтовка для Кенниса единственное что без армора это может стать проблемой но Амибры тоже с хорошими девайсами 2 калашниковых 2 СГ и ССГ для фоллона 3.2 стоят трое под А двое под Б при том что там Шокс перетягивается и на Б если что холпанет и мидл посмотрит Кеннис на ланге чекает шорт если будут заходить именно через него а ребята из коллектива МАБР по моему нацелены на базу Б на которой по факту сейчас никого нет да оттуда будет смещаться через окно например один опорник тут у нас кстати двое уже поджали огромное количество информации сейчас у Джету есть что скорее всего это именно Б сбирают Манека но нужно нужно еще Шоксу нет к сожалению не получилось 3 в 3 ситуация по итогу под Б заход осуществлен Лаки и Джекс идут Зевс от него очень много зависит сейчас дефолтная позиция должны прочекать должны прочекать но все равно Зевс в этой ситуации делает минус по Лаки Джекс на размене ситуация 2 в 2 но вот не бесполезен он понимаешь он даже вот в такой ситуации но делает минус Зевс Касамчик Кенниса просто-напросто вот так сбривают Джекса тоже слышат но Джекс может затащить первого убивает но на этом все это 10-8 у Джету снова нет денег вот еще и сувенирный Драгон Лор приобретают ребята такой подгончик для Фолана по итогу Джету максимум что могут может быть деглы купить нестандартные пистолеты и на этом все потому что экономика пока плохая ну не знаю наладится она или нет но пока Мибор нацелен очень серьезно планируется сенсация друзья у нас тут в рамках сегодняшнего дня каждый день приносит что-то новенькое интересненькое ну и опять же в этот день может принести нам сенсацию в виде победы 2-0 за командой Мибор кто его знает но давайте смотреть просто-напросто выход на 11 должен быть здесь Миборы не должны допускать таких глупых и обидных в свою очередь ошибок потому что реально если проиграют пистолетом это будет в первую очередь обидно по морали по экономике по тому что какой путь они сделали идут прям в засаду здесь три игрока нужна флешка и закрывать всех вот она флешка и вот он так от троих закрывает ну просто-напросто без каких-либо проблем двое из которых было за флешной флешкой полно Лукас убивает еще и Манека одиннадцатый раунд в студию да Шокс также падает на 11-8 Мибор три раунда разница уже между этими командами Кеннис все еще семь Лаки шесть ну вот этих двух очень не хватает обратите внимание на статистику Мибор что там у трех игроков 12 у одного 18 у другого 19 очень ровненько очень по-командному а вот о G2 этого нельзя сказать именно в индивидуальном плане сейчас у G2 проблемы и это по итогу может сыграть злую шутку с этим коллективом и они могут проиграть свою ну наверное лучшую карту минута 35 на таймере нужно забирать в любом случае здесь ребята мы с командой G2 этот раунд ну вот с чего-то нужно о чем была речь то есть команда G2 очень нестабильна за защиту и сейчас этот фактор может сыграть на руку команде Мибор но Кеннис не ошибается делает фраг по девцу и сваливает отсюда подальше вместе с своим тиммейтом ну и вот большинство вот опенфраг ферр выходит на мид здесь 3 игрока смотрят мид поэтому я думаю что будут проблемы у команды Мибор в этом плане нужно просто отойти не проверять судьбу и идут на точку B а на B вот сейчас именно в сайте никого ну вот теперь есть один ну там смещаться очень быстро будут да вот теперь уже Аманек смотрит он из-за плента позицию чуть-чуть другую выбрал но флешку флешку какую-нибудь сюда вот полетело еще Аманек очень серьезно накоцал на самом-то деле одного игрока перестреливают его Шокс хорош минус 2 минус 3 и четвертого сюда нет четвертого не забрал по итогу все равно у фл на огромные проблемы должны его здесь забирать да перестреливают 9 11 житу включаются после смены сторон это их первый раунд ну и вот теперь интересно сразу же вот то же самое я думаю что и было в принципе когда Мибер лидировали 5-0 потом забирают первый Мибер ставят паузу сбивают этот победный настрой все делают грамотно все делают верно ну вот вопрос поможет ли сейчас эта пауза собьют ли они тот самый настрой про который я говорил джетута понимают что ребята нам нельзя ошибаться это даст все уже там не будет никакого шанса больше мы проиграли первую карту нам за это нужно браться мы сейчас проигрываем нужно цепляться за раунды вот прям двумя руками и экономику нужно выравнивать потому что если сейчас один возьмут один проиграют но вот так экономика не выстроится вообще только хуже может стать поэтому нужна серия для джету для французов и они это прекрасно понимают получится ли взять серию сейчас узнаем Лукас 20 на 10 идет все у него более чем неплохо скажем так ведет свою команду к победе ну и с одной стороны да всего 5 раундов остается но так флешка будет флеш и поздновато но все-таки размен хороший 4-4 шахса надо зажимать ну почему не ждут позицию стабильно ребята из команды ждут занимают эту позицию вместе с дальней в предыдущем раунде он убивал с этой позиции минус 3 сделал но так или иначе 3-3 ситуация все еще абсолютно отличнейшая для команды Нибор фоллен аккуратно не нужно никуда лезть он очень много мажет сегодня но смотри точку Б выбивать невероятно сложно правда Лаки врывается Лаки за всю боль врывается байт одного вот против Фера пошел и скажем так напросился он там мне кажется не долетел до бокса и сделал фраг покинется что этот Джекс похож на 12 для Мибор но Джекс сегодня хорош на самом деле он отыграл Инферно очень классно и вот сейчас может попытаться отыграть еще и ситуацию 1 в 2 нет это 12-9 это 12-9 ребята тут Мибор с тренером взяли уже 12 на вражеском пике они забрали Инферно у G2 что происходит вообще как так что там случилось с французами почему они сейчас проигрывают вот как я и сказал если вы берете один раунд отдаете следующий невозможно зацепиться за экономику ну нельзя этого делать сейчас закуп есть проигрывают этот Мибор выходит на 14 о чем вообще тут можно разговаривать фолан ждет до конца открывается еще раз и будет убивать ой ой успел да но забрал Джекса кинес на размине хотя бы так на самом деле для G2 4 в 4 все равно ситуация вот такая вот 4 в 4 максимально неплоха для команды которая играет за атаку ну понятное дело потому что у защиты одного игрока опорного нет и по сути одна точка может пострадать тем более умер фолан скажем так не самый настреливающий игрок на данной карте поэтому будем смотреть выход будет здесь Лаки Лаки сможет ли сделать фраг должны его чекать Зевс его чекает правда кинес и убивает но и на себя все внимание стянул вот это хорошо уже разыграно от французского коллектива десяточка на подходе там Зевс чуть-чуть не дошел до Лаки инфу бы дал но все равно там кинес должен был прикрывать все это дело поэтому сложно было выходить сюда ну и вот десятый забирают качели продолжаются один взяли один отдали один взяли сейчас у МИБР проблемы с экономикой вынуждены будут сейчас делать экономический и вроде как G2 выходит на одиннадцатый скорее всего ликуйте ТБ у нас сегодня там закупка а какая там закупка на все на все деньги ну вот смотри а на все деньги да просто на все деньги МАБР решают закупиться пять зиглов ну тогда они дают шанс G2 сравняться если сейчас не перестреливают своих оппонентов а сложно будет на самом деле это сделать но Лукас конечно бесконечно просто заслуживает уважения он только пришел в МИБР а уже показывает отличные результаты молодец Лаки принимать будет даблдор если отсюда все-таки кто-то пойдет Зевс ну не видно вот теперь видно и все-таки жмет и по итогу сам не умирает Лукас в это время забрал одного Шокс да ладно 3 в 3 ситуация разменялись при заходе через мидл под Б Лукас еще Лаки забирает прострелом и он оставил третий фраг в хорошей позиции но бомба не долетела какая беда вот этот сейчас раунд может проиграть конечно там смачок а смачок плохой он кенис не стреляет теперь приходится втроем идти здесь не знаю разыгрывать какие-то ух ты Фоллана Фоллана убили это было классно нет не убили Фоллана еще жив и Фер остается против Джекса Фер что по таймингу Фер выходит как обидно мне хочется плакать сейчас за команду Мибор какой классный раунд Лукас ну почему ты кинул ее так ну почему вообще можно было из этой позиции уйти просто быть опорником под Б втроем там закрыться и сидеть у вас ситуация большинства вроде бы правильно или там 3 в 3 было там большинство было 3 в 2 было там 3 в 2 было можно было просто уйти закрыться и раунд забирать как обидно он не докинул она не долетела а там Кеннис уже пришел было сложно ее забирать очень обидный раунд очень обидный раунд для Мибор которые они могли забрать были только пистолеты Лукас отлично сыграл но этого не хватило к сожалению этого мало жалко жалко но ооо здорово вот это неплохо Кеннис отлетает но тут Джекс вот так по пульке по пульке сюда хорошо и настре от него отвечает также хороший стрельбой французский стрелок Фолан остается последний это 12-12 сейчас будет бай у Мибор но не знаю даже G2 вроде как взялись вроде как отдавать ничего не будут да временный паритет снова ничья и снова попытаются G2 выйти вперед 25 раунд 12 секунд на таймере Шокс просто сконцентрирован на максимум как и Фолан который в принципе раскладывает по всей видимости карты на следующий раунд вот она закупка ну и начинается самое интересное друзья прямо здесь и прямо сейчас опять же нельзя сказать что денег очень много у команды G2 и в случае проигрыша также будут проблемы но Мибров их просто нет сейчас идет закупка до выигранного раунда кто собственно выиграет тот получит огромное преимущество по экономике ну и что придумывает Мибор вот сейчас у меня прям интрига даже появилась очень как-то хочется даже чуть-чуть за Мибров поболеть если честно потому что ну как же круто играет Лукас как круто играет да все в принципе реально отыгрывают максимально здорово Зевс включается дает очень много информации очень много делает грязной работы Фоллан вот если бы еще попадал чуть больше со снайперской винтовки то уже может быть закрыть могли но вот он выход Кеннис не флешится но он и не попадает он сейчас есть фраг Мотака но это все еще 4 в 5 можно зайти на плент поставить бомбу здесь правда Кеннис убивает еще и Лукаса а вот Фера здесь не ждут хотя Монек вроде смотрит именно сюда флешкой нашли слышали бомба стоит но 13-й похоже что-то заберут мне кажется все пойдет просто к одну из-за того раунда с бомбой из-за того отличного раунда который должен был стать 13-м для Мибор а у Джетуба не было денег скорее всего и вообще непонятно ой фоллан ай-ай-ай-ай хорошо залетает на самом-то деле если бы еще одного там убил был бы классно Зевс один в три но тут сложно будет затащить жмет забирает одного но вот Кеннис не промахивается Кеннис очень много мазал на самом деле на этом Дастин вот в последних раундах включился сейчас минус 3 сделал Лаки смотри проснулся 14-16 у него счет вот все потихоньку начинает у Джету налаживаться Кеннис начинает попадать вот обратите внимание там были был счет у Кенниса семерка у Лаки шестерка сейчас уже у ребят по 14-16 фрагов 14-14 а нет 14-14 вот так вот так что начали убивать и дела у Джету пошли в гору включились все 5 игроков и вот тебе пожалуйста сейчас да скорее всего заберут тут сложно будет мне кажется уже Мибр когда все французы играют тут ну тяжело тяжело ты не сказать что Мибры действует как-то плохо то есть все в принципе неплохо еще и от Made in Brazil но давайте посмотрим здесь закупка до 2000 опять же даже с этой закупкой ребята могут преподнести проблемы для французского коллектива но опять накинется выход опять же нужна флешка опять же смог желательно еще на близкую позицию чтобы пробежать хотя бы или вот так снова без проблем так тоже можно не нужен флешка не нужен смог не нужна флешка когда есть така который выходит с дегла и там кинес не успел отреагировать как ему в лоб прилетела с дегла а вот это уже можно разыграть командой Мибр вот это классный даст мне нравится инферно было не таким хорошим а вот даст прям отличный браво команды молодцы Лукас делает килл Джекс минус 2 от него еще и Лукаса заберет как там пулька залетела непонятно но ситуация 1-2 ждет он ждет до конца сейчас уйдет еще нет Джекс все-таки перестреливает так моментально просто сбривает точным выстрелом не получается но снова неплохой раунд от Мибр на самом-то деле это был экономический что там было там кто-то или он закупать закупать за 2 тысяч там скауты 2 кабай но вот сейчас есть полноценный 14-12 G2 Sports все еще наверное находится в таком режиме ожидания то есть еще чуть-чуть чуть-чуть но вот этого чуть-чуть может не хватить все мы прекрасно знаем что вот эти последние раунды психологические они даются сложнее всего посмотрим и Мибр если отдают раунды то делают это ну так скажем с таким знаешь с усердием с таким Лукас снова работает снова и Джекса вырубает вот самое интересное потому что Джекса сегодня уже отмечал очень классная игра это и сейчас без этого стрелка будет G2 тяжеловато снова большинство и можно попытаться забрать 13-й экономика у G2 не такая хорошая посмотрите очень нехорошая у Амонека ноль вообще денег нет у Джекса полторашка то есть очевидно будут проблемы и Мибры еще могут навязать борьбу с своим оппонентом но вот да очень нравится действительно соглашусь с тобой нравится этот DAS 2 очень красивая карта несмотря ни на что вот реально борются как будто не знаю до последнего и видны вот эти бразильские ты знаешь разгоряченные ребята разгоряченные эмоции на лицах соответственно команды Made in Brazil 50 секунд Кеннис спину заходит так и не ждал это 4 в 4 Лаки откидывает коктейль Молотова здесь кладется смог еще один зажимает очень много урона внесет как много демеджа просто невероятное количество все там в линейку стояли ну и сердце отвечает красавчик ответил по Лаки но проблема в том что очень красные три игрока ну хорошо один а два половинчатых и это проблемы да у фола на АВП ему не важно сколько у него ХП и бомба под лонг главное попадать бомба под лонг а что там полетело нет пока ничего есть только лишь флешка Кеннис до конца там ой 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 у фолана интересная позиция может быть Аманек минус фер фолан идет фолан так ой ой да что ж ты промахиваешься сегодня дорогой мой человек фолан огромное количество раз просто мажет я не знаю что с ним папа фолан да есть такой фильм знаешь то ли папа в отпуске то ли что-то такое но вот сегодня сегодня папа в отпуске да сегодня похоже на то но не идет к сожалению да я не говорю о том что если бы он сейчас убил одного игрока который был на А то он затащил бы раунд нет но ситуация бы по-другому уже складывалась от вот этого минуса все могло пойти иначе но к сожалению к сожалению не идет да и так-то неплохо Мибер на самом деле вы не забывайте что ребята с замены играют с тренером со своим они взяли уже 12 вообще были раунды в которых они также могли забирать и первая половина должна была вообще уходить ну не знаю с учетом может быть 10-5 были раунды которые они к сожалению тоже сами отдали а вот сейчас ну вроде как G2 должны все-таки тот свой сигнатурный даст свою лучшую карту закрывать для этого есть для этого есть маппоинта минута 20 на таймере друзья давайте смотреть может быть прямо здесь и сейчас мы видим последний раунд этого даста второго и третьей карты не избежать ну да близко близко очень даст обидно даже наверное что вот таким вот волшебным образом команда Мибер имеет все шансы отдать его но флешка по лаке заход от команды Мибер возможно в последний раз мы смотрим на них сегодня на дасте втором а нет сегодня уже новый день начался поэтому может быть ребята еще завтра у нас поиграют на дасте втором кто знает но и ой какая хае нужно посмотреть неплохая хаешечка здесь нужно заходить и Кенниса убивает Зевс откидывает флеш и все флешеные Кеннис впадает убивает и похоже что это а лаки начал попадать Кеннис начал попадать смотри что делает красавец а фолл он только сейчас прозрел там такая флешка была что вообще забей и просто те вдвоем кто не убивал это Кеннис и Лаки они сейчас последний раунд вдвоем приняли Абазу вообще без особых проблем флешки были классные Кеннис не промахивался хотя до этого были проблемы но по итогу нас ждет трейн вот таких G2 будет сложно обыграть на трейне вот таких когда Лаки убивает когда Кеннис убивает когда все идет и когда вот сейчас у них уже плюс по морали то есть до этого Мибер были да на этом месте они забрали Инферно у них вообще все было классно они себя замечательно чувствовали а сейчас все поменялось сейчас G2 уже на коне и сейчас попытаться как-то их сбросить оттуда нужно будет Мибер не знаю получится или нет но в любом случае вторая карта подошла к концу нас ждет третья и соответственно слово нашей студии аналитики спасибо дорогие коллеги за освещение столь потрясной карты действительно команда и моя Биара здесь не смогла дожать хотя и вела по ходу этой встречи даже на второй половине но все-таки G2 это G2 и даст остается их одной из самых лучших карт чем собственно они нам и доказали и порадовали ну что же на самом деле смело могу заверить что круто что я ошибся что не сможет команда Мибер довести все до Десайдера и все-таки поезда мы с вами дорогие друзья увидим но о поездах чуть позже сейчас хотелось бы поговорить наверное даже не столь о первой половине а сколько вот чего не хватило бразильцам для того чтобы достичь вот такого шикарного результата чтобы победить французов вообще стоит поговорить и про первую половину в частности потому что тут Мибры очень хорошо опять же стартуют 5-0 никаких проблем вроде как не предвидится G2 начинает делать не свою игру то есть они играли навязанные обороны от Мибер и вот это все казалось мне действительно G2 уже не соберутся потому что на фоне проигрыш на первой карте и здесь вроде как не удается Кеннису с Лаке по-прежнему как-то реализовываться но находят силы в себе доводят вроде как паритет по счету вот это все конечно замечательно но Мибр наверное и сами прекрасно понимают что если бы чуть больше взяли раундов за КТ то скорее всего допы минимум бы они бы уже сыграли и тут я думаю они как минимум расстроились но Досайдер будет действительно интересен если говорить про Дос 2 то можно сказать что у ребят ну вот так получилось что под конец там Кеннис Лаки да проснулись но волевые раунды и вот эта пистолетка конечно ну это просто как они это выиграли как там Джекс в Тешке в итоге разминулся с Фоуном прочекали это дело бразильцы я бы сказал что ключевым раунда будет там по-моему счет 14-11 на базе А когда Фоун побежал через лонг в шортсайт бомба стояла не на лонг бомба стояла не в дефолте бомба стояла за испанским и как бы Фоун не выходил в спину в шорте он бы не видел ни бомбу ни дефьюз кэрри и вообще никого ему нужно было оставаться с ребятами и дефать от ритейка плэн но увы и ах это победа Джету Майлук что скажешь я скажу что абсолютно точно угадал по поводу защиты где будет стоять Зевс это он стоял опорником как раз ну не опорником они двоем с Лукасом там периодически с Феером с Фоуном втроем забегали занимали как раз этот лонг его там оставляли он и с Зашкой там хорошо работал и в принципе опорником они там стояли вдвоем на этом лонге и в Соло его там оставляли в общем это его позиция если ты лонг отбиваешь в принципе это позиция для Зевса и он очень хорошо отрабатывал периодически он смещался с снайперской винтовкой опаны сделал по поводу Зевса можно сказать что он уже влился в коллектив и да он где-то что-то не достреливает я думаю это вопрос времени ну вопрос большого времени вряд ли нужно стрельбу тренировать да вот у нас Андрей все знает прекрасно поэтому ну к нему точно можно обращаться со стопроцентными там результатами и вообще ну всем что вы хотите знать по поводу контрстрайка но по поводу Зевса он реально ну молодец он супер молодец и если они с ним будут там выступать на мейджоре могут ну не супер далеко пройти но там команды которые приедут в легенды-то хотя бы ну в легенды да вот именно в легенды попасть чтобы закрепиться на следующий мейджор вот легенды нужно доходить и с Зевсом они в принципе могут это сделать хотя опять же это G2 там будут все вообще гранды которые только могут быть и вопрос сложный смотришь на статистику видишь Ферзевс по 15 фрагов то есть ну что один что другой в принципе хотя Ферн в отрезках как по мне был вообще на самом деле очень даже крут Лукас на самом деле вот Ферн на первой карте хорошо выступал на Инферно очень себя мощно показывал наверное на MVP вспомнил на второй карте ну чуть-чуть не дотянул а Лукас что и на Инферно прям мощь показывал и здесь ну тоже его прям день который он настреливает по поводу счета то что ну 12 они добрали но на самом деле они должны меньше добирать вспомнить опять же вот эту пистолетку где по-моему кто там был по-моему Джекс да Джекс он пошел пушку и с фоу должен был настреливать первому давать и потом второму кто окна смотрит и должны счет делать больше потому что ну не построена атака у мебров сейчас на дасте атака довольно-таки сложная карту нужно растягивать постоянно нужно делать какие-то ротейты туда-сюда тебе нужно делать сплиты сплитов здесь прям не особо много было видно и ну их в одну калитку просто перестрелили жету ну понятное дело что это их сигнатурная карта они прекрасно знают как защищаться в защите на ней ну что же дорогие друзья впереди карта трейна я напоминаю вам что у вас есть отличная возможность сделать клэп то бишь у вас сейчас на экранах над аналитиками появляются вот такие вот ладошечки посредством которых если вы на них нажмете вы можете отдать свой голос за того или иного аналитика за смелуху либо же все-таки за Анишарда и в конце рабочего дня в конце то есть после всех трех best of three мы проведем так скажем голосование на лучшего аналитика на сегодняшний день а может быть лучший аналитик даже и ты мой дорогой друг который сидит сейчас за экраном мониторов но об этом мы конечно же не узнаем зато узнаем что произойдет на карте трейн буквально через несколько минут